30 июля Прекрасное летнее утро И такой Интересный вопрос Поступил Помогите там Вызвать кризис И вот тема Сегодняшней беседы Как раз и будет посвящена Кризисом Это очень интересное явление Очень интересное явление Лично я для себя Выделил Три равных Вида Кризисов Это очистительный Оздоровительный И нравственный Что ж такое Кризис Практически каждый человек С ним сталкивался Когда например Простыл Заболел То это есть Обострение болезни Потом говорят Кризис миновал Но жить будет Не будет Лужи какие То есть Это можно так сказать Борьба организма С болезнетворным Началом Когда она достигает Ну как бы сказать Своего Апогея Две армии Выстраиваются Армия болезней И армия Защитных сил Организма И вот Дается Генеральное сражение В результате Которого Тратятся Быстро И в больших количествах Ресурсы организма На то Чтобы преодолеть Болезнь Вот То есть То есть Как бы сказать Кризис Вот так просто Он не вызывается Вызвать То есть Обострение чего-то Он должен быть Подготовлен Внутри организма В результате Тех или иных Действий Связанных Либо с болезнью Либо С оздоровлением Либо С умственным процессом Ну вот Теперь можно Поговорить Очистительный кризис Очистительный кризис Вот в организме Имеются Разного рода Шлаки У среднестатического У среднестатического Человека В разных местах Особенно Там В печени И прочее В кишечнике Толстом Да и во всем организме То есть В межклеточной среде И вот Очистительный кризис Является Реакцией организма На ваши действия А именно Вы начинаете Какие-то Очистительные процедуры Например Там Делаете Делаете Сначала Они подготавливают Условия Для того Чтобы что-то там Отквасилось Потом Отошло Скопилось И наконец-таки Должна быть Мощная реакция На то Чтобы все это Выбросить Из организма То есть Организм Должен Помимо того Что создать условия Он должен это Обеспечить Энергетическими Резервами Как правило После очистительного Кризиса Человек Так Слабо себя чувствует Например Вот Очистительный Один из очистительных Кризисов Это будет Потение Подъем температуры С потением Потение Там Рвота Понос То есть Сначала Поднялась Там температура Внутри Там все Замутило Закрутило Вам там Плохо Вот И наконец-таки Все это Выливается В какую-то Очистительную реакцию То у вас Там С носа течет То у вас Там кашляет То у вас Рвота То у вас Понос Вот Вышла Организм Избавился От этого И Как бы сказать Все успокаивается Человек Чувствует себя Таким усталым Слабеньким Это нормально Это У нас У нас как раз И будет Очистительный Кризис Он немножко Или в принципе Он даже Дождествен Во время болезни Когда Борьба организма С тем Чтобы выбросить Вот это болезнетворное начало Принимает Такие формы Подъем температуры Потение Ломка Там везде И бьет В организме И наконец-таки Вот сопровождается Какими-то Выбросами Ну В большинстве случаев Это потение Вот И вот тут Такой вопрос Во время любого Лечения Особенно Онкологии Когда применяется Химиотерапия Радиационное Облучение Организма Лучевая терапия А выдержит ли организм То есть Хватит У него сил Чтобы выдержать Это лечение И плюс Саму болезнь Вот если Хватит А Будем говорить Болезнь Будет Вот этими Лекарственными Средствами Как считается Побеждена То и человек Выздоровит Если Не хватит сил Восстановиться После Лечения Значит Ничего не получится То же самое И при Проведении Каких-то Мощных Очистительных Процедур Надо всегда Учитывать Состояние Аналитический Потенциал Человека Как он там Допустим Молодой Слишком молодой Ребенок Слишком пожилой Старик Как правило Молодые Слишком молодые И Слишком Пожилые Не выдерживают Лечения Поэтому 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 Особенно Это мощно Связано С тем Чтоб Организм С себя Выбрасывал Надо Это учитывать Применять Какие-то Мягкие Щадящие Методы Иначе Будет Беда Есть Такое Выражение Лечение Страшнее Самой Болезни Вот Это Мы Поговорили Про Очистительный Кризис И Примерно Связанный С ним Кризис От Болезни Оздоровительный Кризис Что это Такое Вы Начали Оздоравливаться Ну Вот Ну Допустим Какого-то Хронического Состояния В организме Накапливаются Потихонечку Силы Накапливаются Резервы Чувствуете Все лучше 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 И вот Смотрите Как болезнь Входила В организм Вызывала Какие-то Изменения И Как бы сказать На ступенечку Раз Опустила То есть Была Вот Своеобразная Вот эта болезнь Она там Текла И Может быть Вот это Как бы сказать Ваши возможности Организма На ступенечку Опустились Потом Опустились Еще на одну Ступенечку Организм Так Сдает Свои позиции Так Во время Оздоровления Вот эти Вот эти Хронические Процессы Начинают Разворачиваться В обратную сторону И все Нормально Нормально Идет Во время Оздоровления Потом Опа Резко Знаете Те же Симптомы Были Что Болезни Только Они проходят Быстро Раз А там Температура Повысилась Буквально Таки Ну Глубля Побыла Там Несколько Часов В отличие От болезни Когда Она там Может быть И день Держаться Вот И Все Все Исчезло И вы чувствуете Все хорошо У вас Силы Не убавились А наоборот Прибавились Вот так Вот это Проходит Так Проходит Оздоровительный Кризис Потом Опять У вас Вы продолжаете Заниматься Накапливаться Силой И вы Как бы Сказать Оп Поднимаетесь На новую Ступенечку Раз Вновь Как знаете Вот Если что-то Грубо говоря В листе Железо Умялось А вы Потихонечку Надавливаете Надавливаете И она Знаете Выпрямляется Происходит Это Бум Ага Выпрямилось Оно Только вот Нечто похожее Происходит И с организмом Ага Опять Быстренько Эти симптомы Проскочили У вас И вы Вышли На новый Новый Уровень Здоровья Кстати Об этом Особенно Подчеркивает Учение Кризисов Особенно Подчеркивает Бутейка Во время Значит Накопления Углекислоты В организме Он там Уже Отметил Примерно Какие у вас Будут Проходить Кризисы Как они Будут Действовать И что Примерно Происходить Будет То есть Ну и во время Голодания Там очень много Тоже таких Вещей Происходит Все это Указывает Как Своего рода Вихи Говорящие О том Что вы На правильном Пути Или на неправильном Пути То есть Кризис Прошел И все Восстановилось Стало Лучше А если У вас Кризис Начался И как-то Затянулся И Толку Никакого Нет Дальше Самочувствие Не улучшается Это Говорит О том Что Что-то Идет Неправильно